Диана Васильевна, мы приехали к вам, сегодня приехали и привезли продукты благодаря одной замечательной женщине из Америки Александре Антосяк. Она переживает за жителей Донбасса всегда и помогает им по мере возможности. Это поселок Октябрьский, рядом аэропорт, совсем недалеко, но мы уже в принципе за аэропорт заехали, дальше проехали. И она здесь живет одна. Скажите пожалуйста, мы видим у вас очень сильно поврежден дом, один и второй. Это дочка, да? Строилась у вас, да? Да. Дочка построила, он горел и потом туда, там все разбито. Сгорело внутри все. А вы в это время были дома или нет? Я дома была, да. И меня контузило, вот в коридоре вот тут. Да? Да. В этой комнатке мне контузило. Дверь металлическая сорвалась. Улетела, меня ударило об стенкой. А потом забежала соседка с той улицы. Начала кричать, а я очнулась, а она вся в крови. Мы начали ее, начался кричать, прибежала соседка. Начали ее обмывать, я побежала за водой, чтобы воду поменять. А когда уже побежал на улицу, там все горит. То есть и по вам стреляли, и по соседям, и по всем. Да, 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 да. А потом меня вечером уже забрали ДНР и отвезли в больницу. У меня произошел еще отек горла, потому что были фосфорные какие-то бомбы. Оно горело два дня, оно не стукало. Не могли даже потушить, да? Потушить не могли. Потушим, она опять разгорается. Мы на ночь опять ушли в подвал, в школу. Мы там жили в подвале, в школе. А сколько вы пробыли в подвале? Где-то шесть месяцев мы прожили. Кошмар. Да, в подвале. А потом уже меня когда в больницу положили, там тоже лечиться нечем. И в больницу разбивали, капельницу делали, а потом в подвал спускались. А потом же мы приехали, забрали. Понятно. А скажите, а сейчас тихо или все-таки стреляют? Стреляют каждый божий день. Каждый божий день. Мы жили все время на квартире. Три года мы жили на квартире на Шахтерской площади, Киевский район. Я получаю пенсию в 3000 рублей. Дочка, она больная. У нее болезнь Миньера. Она работает тоже учителем. Работала в 25 лет и была вынуждена уйти на выслову лет. Так как она работала в 63-й школе на северном поселке. Она уходит и каждый день бомбежки, бомбежки. А у нее с головой две операции сделали. Спасибо, Александра. Спасибо огромное за то, что ты помогаешь людям, которые попали в такое тяжелое положение. И находятся на линии фронта под ежедневными бомбежками. Да. Какие-то эти листочки на улице. И как стукнуло что-то кипячем такое. Мы не поняли, что это такое. И пуля откуда. Или снайпер где-то стрелял. Это когда? Ну, позавчера буквально. Кошмар. Да. Где-то часа в четыре мы вот тут. Потому что мы делаем ремонт своими силами. Вот в прошлом году стены выложили, потому что стен вообще не было здесь у нас. Ни отопления, ни газа, ни света не было. Ничего вообще не было. И вот мы сами стены нам выложили, нанимали. А сами вот все штукатурим. Сами все делаем. Потому что нанимать нам не за что. У нас даже на лекарства не хватает. Вот. Ну, теперь уже мы будем жить дома. Если, конечно, не разобьет опять.